Спасибо всем, что пришли. Сегодня у нас годовщина гибели, убийства нашего надежного, верного товарища, нашего коллеги, настоящего украинского патриота, Володи Рыбака. Так получилось, что Славянск и Горловка были одни из первых городов, которые были захвачены боевиками. И вот это здание, оно действительно стало трагическим символом вот тех ужасов, тех бед, которые мы перенесли тогда и которые продолжаются сейчас. Продолжается война. Счет на жертвы уже тысячи. Володя был один из первых. И своей смертью он, ну, многим нас спас жизни. Ну, лично мне, например, действительно спас, потому что, когда я увидел, что они с ним сделали, я понял, что никакого мирного урегулирования, то, что тогда называлось конфликтом, просто уже не может быть. В этом здании действительно находились сотни наших людей под арестом, их допрашивали, пытали. И сегодня мы открываем мемориальную доску Володи Рыбаку. Но это доска памяти по всем тем, кто перенес здесь ужасы и пытки, кто погиб тогда. Без мужа. Вот без дома. Вот без работы. Ну, увидев сегодня такое количество людей, я искренне благодарна каждому, кто в это время нашел возможность приехать сюда и почтить память погибших здесь. Я благодарна, в первую очередь, мэру города Славянска, который вместе с Александром Ярошенко 23-го кивня 2014 года помогал мне вывозить тело Володи отсюда. Благодарна ему за инициативу открытия этой мемориальной доски. Я благодарна каждому, потому что я считаю, что все присутствующие здесь, все патриоты, все доказали, что нас не сломали, не сепаратисты, не те обстоятельства, которые появились в нашей жизни. Я считаю, что несмотря ни на что или вопреки всему этим обстоятельствам, этому неожиданному отношению к нам правительства, мы выжили и дальше будем жить и мы будем бороться. Мы будем отстаивать наше человеческое достоинство, достоинство всей Украины. Несмотря на эту парадоксальную политическую ситуацию, я думаю, что придет время и все, кто причастен к этим жертвам, к жертвам, которые сейчас, где будут на фронте наши ребята, все будут наказаны. Я в это твердо верю и я этого очень хочу. Я думаю, что присутствующие здесь тоже приложат к этому усилия, чтобы это кровопролитие больше никогда не повторилось и больше никогда не плакали ни жены, ни мать, ни дочь. Никто. Спасибо. Здравствуйте. Я уроженка города Сланска, поэтому все, что происходило и происходит в Сланске, очень близко мне. На тот момент, когда происходили эти страшные события, я находилась в Донецке и в принципе в Донецке тоже было страшно проявлять свою позицию проукраинскую, но многих это не останавливало. Даже сейчас я вижу многие лица наших активистов из Донецка, которых очень приятно сейчас видеть. Я вижу, что люди продолжают бороться за Украину, в том числе в рядах вооруженных сил. Что касается Владимира, на тот момент мы не были знакомы, но поскольку я активно отслеживала, что происходит на Донбассе, я уже на тот момент понимала, что происходит что-то страшное и веет войной. Поэтому предпринимала все, что могла для того, чтобы предотвратить ее. Когда я увидела поступок этого человека, который срывал ДНРовские флаги из админзданий и водружал государственный флаг, я поняла, что это не просто человек, это патриот, и этот человек ежедневно совершает подвиг. Когда я узнала, что этого человека убили, тем более убили в моем родном городе, в Славянске на тот момент оккупированном, это поразило мне до глубины души. На тот момент я была простым человеком, простым активистом. Когда я стала народным депутатом, вы знаете, я не знала, что я могу сделать для этого человека, для этого героя. Единственное, что смогла, это убедить свою фракцию самопомощь в том, чтобы ходатайствовать президенту о присвоении звания героя Владимиру Рыбаку и о награждении его посмертно орденом «Золотая звезда». В ходатайственной письме мы также указали несколько активистов, которые погибли на Донбассе. Это и Юра Поправка, которого нашли вместе с Владимиром, также жестоко убитого и живьем, заживу утопленного в притоках Северского Донца. Поэтому я поражаюсь, конечно, героизмом Елены. Я этой женщиной просто восхищаюсь. Я не представляю, что ей пришлось пережить, пересечь 14 блокпостов два раза, чтобы увидеть просто тело своего мужа. Я знаю, как трудно приходится сейчас Елене, и мы будем помогать, чем только сможем. И сейчас я хочу попросить всех почтить память Владимира. Не забывать его поступок героический, который, в том числе, и для нашего города Славянска принес, ну, я думаю, немало. Спасибо. 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 Спасибо.